Аллилуйя! Потому что в это время мы будем читать, изучать, вникать в Слово Божье. То, что рекомендовал нам апостол Павел. Конечно, он рекомендовал Тимофею своему, возлюбленному сыну духовному, но вместе с ним и нам всем. Поэтому каждый, кто вникает в Слово Божье, будет благословен. Аминь! Аминь! И это на самом деле так. И я был впечатлен признаться этим словом, потому что так много вроде знакомых вещей, но я по-новому для себя открывал. И вот пастырь говорит, что надо начинать с фундамента, как всякое строение, но никто с крыши не начинает. С фундамента. Он сказал, что крыша – это благодать. Некоторые хотят начинать с крыши, с благодати. Я хочу, чтобы все было в благодати Божьей. Но это здорово. Но есть то, с чего тебе надо начать. И это фундамент. И Писание говорит, что мудрый человек, который углубляется, копает и закладывает прочный фундамент. Камни определенные закладывает в этот фундамент. И тогда потом это строение будет расти. И даже когда придут разные штормы, давление на это строение, оно не будет разрушено. Оно никогда не упадет, потому что все выдержит. Почему? Потому что было основано на камне. Потому что кто-то потрудился. Потому что строитель потратил время, силы, чтобы заложить мощное, правильное основание в это будущее строение. И потом он радуется, когда строит и построит. И никакие трудности, и атаки дьявольские не могут разрушить эту семью, это строение. Я думаю, что абсолютно каждая деталь в этом строении, она достойна особого внимания, чтобы просто остановиться и подольше поговорить об этом. Но сегодня я хочу обратить ваше внимание из всего этого строения на фундамент. Более того, не просто на весь даже фундамент, там несколько камней, как вы помните, пастор Виталий нам предлагал. Но хочу обратить ваше внимание на самый первый камень. И он называется, кто помнит, он называется воля Божья. И когда я его слушал, то вначале у меня разные мысли были, но чем больше я потом рассуждал, и у нас было время потом с ним еще пообщаться, тем больше я убеждался, мне это нравится, это правда, и это истина стопроцентная. Самое важное, самое первое в нашем браке, в наших отношениях, это воля Божья. Потому что я признался себе, что и у меня были моменты, когда я задавался этим вопросом. Интересно, что именно этот вопрос приходил. А вообще воля Божья была в том, что мы с женой в браке? Или это была какая-то ошибка, или какая-то случайность? Интересно, что именно этот вопрос периодически было время, что приходил. Поэтому я хочу сегодня остановиться на этом камне. И знаете, я утвердился в том, что важно поговорить об этом, когда у нас был вечер вопросов и ответов в офисе, помните, совсем недавно. И там прозвучал такой вопрос. Мы в браке 25 лет. Скажите, пожалуйста, как нам быть уверенными, что наш брак от Бога? Во-во, примерно такая же реакция была там в зале. Тоже посмеялись, но на самом деле, если нам быть честными, то многие женатые люди признаются, что и у нас такой был вопрос. Да, 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 спасибо, спасибо. На самом деле, это вопрос очень серьезный. И пастор Виталий утверждал, что его брак от Бога. Почему он был уверен, и почему он до сих пор уверен, что его брак от Бога, что это воля Божья? Да все просто. Они с надеждой, со своей будущей женой искали волю Божью. Они верующие в третьем и в четвертом поколении. Их родители были верующие и передавали им ценности Библии. Их родители родителей были верующие и передавали тем свою очередь ценности Библии. Но у нас-то не так, у многих из нас. Во всяком случае, у нас с женой было не так. Мы были пропитаны этими языческими ценностями. И мы стали жить вместе еще до того, как вообще мы уверовали, до того, как мы вообще могли даже так размышлять, что это воля Божья вообще или не воля Божья. Я всегда смеялся над тем, когда люди говорили, что есть Бог, и я понимал, что это опиум для народа, потому что меня с детства в школе так воспитывали. Поэтому размышлять о том, воля Божья или нет в наших отношениях, это вообще было просто абсурдом. Интересно, вы осознаете, что есть разница между теми, кто воспитывается в поколении верующие, и между теми, кто просто вот из язычества выпрыгнул, и мы так называемые бывшие язычники. Кто осознает эту разницу? Да, не все, но большинство осознают. Но знаете, мы же воспитывались постоянно, слыша, допустим, ну поплюй, или там постучи, поплюй, постучи, на ногу наступил, давай я тебе тоже наступлю, голову не дам, нечаянно коснулся, давай я тебе еще раз стукну. А если, значит, ты возвратился, что-то забыл, то надо посмотреть куда. Добро пожаловать, братья и сестры, язычники. Мы понимаем, о чем речь. Мы чувствуем этот запах рабства за версту, и мы никогда туда не вернемся. Аминь? Аминь, аминь, аминь. Мы знаем, что это проклятие, мы знаем, что все это ложь, что все это рабство, и дьявол через это хочет манипулировать нами. Ты едешь, тебе не так немного осталось, ты уже уверен, что достиг цели, и тут черная кошка дорогу перебегает. И она меняет всю твою судьбу в жизни. Черная кошка спокойно себе бежала, у них в мыслях не было даже, что она такое судьбоносное решение приняла в твоей жизни. А ты вот чего-то пролетел, дьявол каким-то образом своровал у тебя что-то через вот такую простую вещь. Да помилует нас Бог от этого. Я увлекся что-то в эту сторону, но на самом деле я просто хотел сказать, что есть разница между теми, которые воспитывались в поколении христиане, вот как наши дети. Моя дочь сегодня понимает то, что я, может быть, не так давно понял, а ей 17 лет. И пусть Бог благословит и ее, и всех наших детей, и молодежь намного больше, чем нас. Аминь. И я уверен, что у них лучше получится, потому что они следующее поколение. Они с детства слушают ценности Божьи, они с детства учат места Писания наизусть, и у них 100% получится лучше, чем у нас. А мы будем радоваться за них. Аминь. И торжествовать. Да, это так. Поэтому у нас не так было, как у пастыря Виталия. И потом приходят какие-то трудности. Ну, вначале, когда мы уверовали, у нас все в кучу было. И покаяние, и мы уже в положении, значит, с животиком. И вот мы приходим, и мы сначала всем просто доказывали, что мы святые люди. Почему? Но пастырь Виталий каждое воскресенье нам объяснял, что вы прощены, за все прощены. Кровь Иисуса Христа очистила вас, поэтому вы святые, вы царственное священство. И вот мы такие святые, значит, ходили счастливые, довольные, что мы царственное священство. Это воскресенье на собрании. А потом мы приходим домой. И я такой, посуда немытая. А что посуду-то немытая? Что не помыла? Ну, разве сложно? Покушал, он сразу помой посуду за собой. А она, так я утром встал, я же на тебя готовила. А ты не мог помыть посуду. Ну, я же готовила, я же рано. Так понятно, что ты готовила. Я-то работаю, а ты с детьми дома сидишь, ничего не делаешь. Все сестры засмеялись, понимая, в чем прикол. Да-да, сложно сидеть с детьми дома и ничего не делать. Но, в общем-то, так мы же о себе, только язычники бывшие. Мы же все из бывших, да? Язычников, в смысле. И мы о себе только, прежде всего, думали. И поэтому, конечно, проблема. Конечно, проблема. А проблема не решается. Ты слушаешь проповедь, а потом слушаешь еще учение какое-то о браке, о семье, и все равно проблемы не уходят. Ты думаешь, в чем дело? Я уже это сделал, я уже это сделал. Это языческое мышление, да? Мне надо что-то сделать, и тогда у меня что-то получится. Мне надо что-то сказать, и тогда, значит, точно срастется. Уже все сделал. Уже все сказал. Научили, что надо добрые слова говорить. Хорошо, начинаю добрые слова говорить. Дорогая, любимая. Хорошо. Он на время помогает. Вроде нормально, атмосфера в доме лучше становится. Но потом следующая ситуация, и все, все слова улетучились куда-то. Забыл, что надо вовремя сказать магические слова. И поэтому опять скандал, опять проблема, опять смотреть друг на друга не хочется, и так далее. Вы понимаете, да, меня? Да, и проблемы, когда они заканчиваются. И ты думаешь, что делать? Уже все испробовал. Приходит эта мысль. А ты поженился вообще еще в миру. Ну, понятно, пастырь Виталий с Надеждой, посмотри, они молились. Надежда рассказывала, она под венцом уже шла, и она молилась внутри. Говорит, никто не видел афата, никто меня не видит, и я молюсь, Господи, если этот человек не от Тебя в моей жизни, скажи, я прямо сейчас сниму все это одеяние, и уйду отсюда. О, конечно, с таким посвящением, с таким желанием угодить Богу, ну, конечно, эта воля Божья была, они удостоверились, они все испытали, проверили, поэтому Бог их благословляет. Ты-то куда? Ты Бога не знал. Ты вообще был Богопротивником. Ты помнишь, как вы начали вообще встречаться, как вы начали жить, и ты все это помнишь, конечно, и понимаешь, думаешь, ну да, сложно там увидеть Бога где-то в этих отношениях, особенно в самом начале. Я вам хочу. И что нам делать? А с другой стороны, уже дети появились, и ты думаешь, читаешь Писание, и понимаешь, ну, дети-то от Бога. Странно, жена не от Бога, дети от Бога. Надо что-то решить. Значит, брак не от Бога, это я уже понял, дети от Бога. Как же это состыковать все? И вот ты думаешь, об этом ходишь, годами можно думать. Когда я услышал этот вопрос, когда кто-то написал, я так благодарен вам, что вы задали этот вопрос, честно просто, мы в браке 25 лет, скажите, от Бога наш брак или нет? Как нам это понять вообще? Я понимаю, можно годами в этом жить. Почему? Да это самый главный камень в основании. Если ты его не заложишь, если ты не будешь уверен, уверена, что это воля Божья, ты всегда будешь плавать. Всегда всякие штормы, всякие проблемы, трудности, они будут наваливаться на тебя, и ты будешь сдаваться, потому что этот вопрос приносит сомнения. Если воли Божьей нет в каком-то деле, ты не будешь его делать от всего сердца. Если ты не веришь, что это воля Божья, ты не будешь там посвящен, ты не будешь там стараться, ты не будешь уверен, что у тебя все получится, потому что все, что не по воле Божьей, разрушится. Зачем мне трудиться, вкладываться туда? И ты боишься сделать какие-то шаги, какие-то правильные решения. Почему? Да если там нет воли Божьей, зачем? Я хочу вам помочь, надеюсь, и предлагаю вам один пример из Ветхого Завета. Послушайте, это записано во Второзаконии, 25 глава, с 5 стиха мы с вами прочитаем. Слушайте, «Если братья живут вместе, и один из них умрет, это закон Божий, не имея у себя сына, то жена умершего не должна выходить на сторону за человека чужого, но девять, то есть брат ее мужа, должен войти к ней и взять ее себе в жену и жить с нею. И первенец, которого она родит, останется с именем брата его умершего, чтобы имя его не изгладилось в Израиле. Если же он не захочет взять невестку свою, то невестка его пойдет к воротам, к старейшинам, и скажет, «Деверь мой отказывается восставить имя брата своего в Израиле, не хочет жениться на мне». Тогда старейшины города его должны призвать его и уговаривать его, «Жора, женись на ней! Жора, посмотри! Давай уже!» Уговаривают его, «Женись!» И если он встанет и скажет, «Не хочу взять ее!» Невестка его пусть пойдет к нему в глазах старейшин и снимет сапог его с ноги его и плюнет в лицо его и скажет, «Так поступают с человеком, который не созидает дома брата своему, брату своему, и нарекут имя в Израиле дом Разутова». И вот представьте себе, жил себе спокойно Жора. У него был старший брат. И вот однажды этот брат приходит и говорит, «Познакомься, братик, это Серафима. Я собираюсь жениться на ней». Жора посмотрел. «Слушай, брат», потом на ухо ему, «У тебя глаза вообще есть? Ты посмотри. Ну, ни вида, ни фигуры, ни лица, ну ты что? Перестань. Я люблю ее, все, она будет моя жена». И так далее. Такое было начало. И вот они живут, а там еще как-то они пересеклись. И Жора пришел голодный с работы, а вот его, кто она, невестка или, нет, невестка, как в общем, в общем жена его брата, она приготовила покушать. И он сел, сел кушать. И когда он попробовал, он сморщился, ужас какой. Как так можно готовить? Как это вообще можно есть? Ну ты попал, братишка, он думает. Женился, непонятно на ком, кушать она готовить не умеет. Посмотри, бардак еще после нее, мне кажется, больше, чем у нас был. Поэтому, ну серьезно, ты просто попал, братик. И вот так случилось, за ним мог братик и умер. Жора знает закон Божий. И вот он понимает, Жора, привет, Серафима. И он понимает, что ему надо взять эту Серафиму теперь в жену. Ну понятно, что, наверное, нередко приходилось старейшинам уговаривать. Но это закон Божий. И вот я размышляю. Жора явно не любил Серафиму. Жора вообще, она ему не нравилась. Более того, может быть, он ее терпеть не мог. Он вообще не представлял, как брат живет вместе с этой женщиной. но при этом по закону Божьему он должен жениться на ней. Я когда жене рассказывал, она говорит, ой, какой жестокий закон был в Израиле. Ну да, наверное. Но с другой стороны, я думаю, друзья, скажет ли Бог что-нибудь сделать такое, что приведет тебя к несчастью? Может ли Бог в своем законе, а написано, что закон Божий добр, аминь? И написано это так, и может ли Бог в этом добром законе прописать какое-то недоброе постановление хоть кому-нибудь? Не из любви ли к своей он устраивал и устанавливал эти законы? Не для того ли, чтобы человека сделать благословенным и счастливым? Итак, понимая это, я делаю вывод, что несмотря на все эти причины, которые Жора мог бы привести в оправдание, почему он не хочет жениться, Бог запланировал сделать его счастливым. Бог запланировал в этом браке сделать счастливую и ту женщину. Когда я так размышляю, я понимаю, что все эти отговорки, которые иногда мы используем для того, чтобы оправдать свои мысли и объяснить, почему мы думаем, что наш брак не от Бога, они все просто разрушаются. Я думаю, что через этот пример они просто все разрушаются. Я хочу прочитать вам еще одно место Писания. Первое послание Коринфянам, 7 глава, с 10 по 13 стих. Я обратил внимание, что в ранней церкви возникали те же самые вопросы. А от Бога наш брак или не от Бога? А от Бога наши отношения или нет? И апостол Павел описывает некоторые ситуации и он отвечает, я думаю, на эти вопросы. Первое послание Коринфянам, 7 глава, с 10 по 13 стих. Отступившим в брак не я повелеваю, а Господь. Жене не разводиться с мужем. Если же разведется, то должна оставаться безбрачную или примириться с мужем своим и мужу не оставлять жены своей. О чем апостол говорит? Он говорит о том, что думай, пока не женился. У нас сегодня даже закона такого нет, да, от брата мы независим, слава Богу. Но думай перед тем, как ты собираешься жениться или выйти замуж. Думай, размышляй. На самом ли деле это брак от Бога? Ищи воли Божьей. Но если женился, если вышла замуж, то написано, прими теперь это, как волю Божью для своей жизни. Он говорит, не я говорю, Господь говорит, вступившим в брак не я повелеваю, а Господь. Не разводись. Следующий стих. Прочим же я говорю, а не Господь. Я задумался, интересно, прочие, наверное, это не женатые. Перед этим он говорил, что вступившим в брак, то есть женатые, замужние, апостол к ним обращается, а потом говорит, прочие, и говорит, если какой брат имеет жену неверующую. Тоже жену, тоже брак. Почему прочие? По всей видимости, апостол Павел разделял это очень сильно. Или это брак, где люди на самом деле искали волю Божью. Вместе решили, они уже знали Бога, и они заключили законный брак, они заключили свои отношения в завете. И апостол говорит, все, тема закрыта, живите и трудитесь для того, чтобы строить свои отношения. Но какая-то особенная категория появляется в церкви, где один уверовал, а второй еще нет. и он говорит, прочие, вот все, вот эти, эта категория, я вам послушайте, что советую, говорит апостол Павел, и Дух Святой оставил эти слова в Святом Писании в Библии. И мы читаем, если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Знаете, получается, все, что нужно для этого брака, это взаимное желание. Это необходимо. Это взаимное желание. Это его согласие в оригинале одобрение. Он хочет, он желает этих отношений, он готов строить эти отношения. апостол говорит, этого достаточно, чтобы вы могли начать строить и чтобы у вас получилось. Что я заметил? Общаясь с разными, разными семьями, я заметил, что нередко бывает, что или муж, или жена, или они оба, они не хотят ничего строить. Они хотят просто жить так, как им нравится, они не собираются меняться ни в чем, но ожидают при этом, что однажды все, все-таки станет хорошо. Мы же на собрание в церковь входим, мы же Библию читаем, и мы же молимся. Языческое мышление, я что-то делаю, 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 но когда-нибудь я все-таки получу. Бог уже посмотрит, что я уже так долго хожу в церковь, я уже так много читаю Библию, а то, что ты продолжаешь материться, ну, это не так важно. Важно! Важно! Если мы не языческими глазами посмотрим, давайте услышим то, что Бог говорит, необходимо желание строить, необходимо желание обоих строить. И если это желание есть, все получится. Если это желание есть, несмотря на то, что вы поженились там, где-то в миру, непонятно как, если желание есть, у вас все получится, вы сможете, вы заложите камень за камнем, камень за камнем, и начнете строить новые отношения, правильные отношения, и у вас сто процентов все получится. не буду перечитывать все, можете сами дальше почитать эту седьмую главу первого послания к Коринфянам, но дальше апостол развивает мысль и говорит, а если желания нет, пусть разводится. К миру призвал нас Господь, если желания нет, это же постоянный конфликт, это же постоянное насилие, мы иногда боимся этого слова, и я сам боюсь, что развод, развод, это разрушение, это всегда разделение, это так неприятно, но апостол говорит, если желания нет у человека, ты насильно не сделаешь ничего, без желания насильно ты не поменяешь человека, и кто знает, какой путь у Бога для твоей второй как бы половинки, у которой нет желания ничего строить, апостол говорит, жена, не спасешь ли мужа, это как вариант, но не факт, что ты спасешь своего мужа, если у него нет желания, если ничего не строится, он все разрушает, просто все разрушается, апостол говорит, но не в этом воля Божья, к миру призвал нас Господь, воля Божья в мире Божьем, который должен быть в твоем доме, в котором должны воспитываться твои дети, и зачем ждать, когда они вырастут и хлопнут дверью, из-за того, что они никогда не видели мира в доме, а ты все что-то пытался своими силами сохранить, может быть, твой муж давно бы уже покаялся, если бы ты отпустила, может быть, твоя жена давно бы уже покаялась, если бы ты отпустил, я понимаю, что говорю какие-то вещи, которые можно по-разному истолковать, я молюсь Богу, чтобы Он помиловал вас от всяких заблуждений, перекосов, и чтобы вы не взяли какие-нибудь мои слова, чтобы оправдать просто свои какие-то желания, своевольные, дальше апостол говорит, что только так каждый поступай, как определил ему Бог, апостол говорит, самое главное, это воля Божья, он знает, каким образом сделать тебя счастливым и сделать твоего мужа или жену счастливыми, и так то, что здесь я вижу необходимо, если мы поженились где-то в мире, необходимо взаимное желание строить отношения, и это шаг номер один, скажете, хорошо, мы вроде хотим, но у нас ничего не получается, мы наступаем постоянно на одни и те же грабли, но знаете, я консультировал множество, множество за эти годы семей, и я обратил внимание, что нового ничего нет, я сначала думал, что мои проблемы в семье, потому что вот дьявол тоже закидывал мысль, твой брак, наверное, не по воле Божьей был, но потом я общаюсь с семьей, которая по воле Божьей вроде, они молились, они постились, они выносили это решение, они души друг в друга не чаяли, они любят друг друга, но при этом у них те же самые проблемы, что у меня, а потом когда пастор Виталий делился своей жизнью, он как-то здесь это рассказывал и говорил, что был момент, когда они с надеждой думали о том, что может быть они ошиблись, я подумал, оу, если у них, которые из поколения верующие искали воли Божьей и были эти мысли, о чем речь, понятно, что дьявол использует это и в моей жизни и в жизни многих других семей, поэтому мы задаемся вопросом, хорошо, мы хотим строить, шаг номер один есть, оба говорят, мы хотим строить, что делать теперь, послушайте, еще одно место, писание первого послания Коринфянам, 7 глава, 24 стих, в каком звании кто призван братья, в том каждый и оставайся перед Богом. Я вот что хочу сказать, что могущество Бога, оно выражается не только в том, что Он может что-то не допустить, эта часть нам понятна, об этом весь мир говорит, если бы Бог был такой всемогущий, то Он бы не допустил того пятого десятого, но это только часть правды о Боге, Он на самом деле может чего-то не допустить, но Его еще большее всемогущество проявляется не в этом, а в том, когда Он позволяет нам, своевольным, похотливым людям, поступать так, как нам хочется, но при этом, когда мы к Нему обращаемся, исправить все так, что мы становимся благословенными. это настоящее всемогущество Бога, когда Он позволяет каждому человеку сделать свой выбор, но когда человек обращается к Нему, даже если выбор был неправильный, Бог удивительным способом, своей сверхъестественной мудростью приводит тебя к благословению, аминь. Только если ты этого хочешь, только если ты готов начать меняться, трудиться над своими отношениями. И вот, что здесь необходимо. Первое послание Тимофею, первая глава, первый стих, он так недавно мне открылся, и я был так рад, что его легко запомнить, потому что мы знаем 2 Тимофею 2.2, кто знает, легко запомнить там об ученичестве, о том, что надо передать верным людям, которые другие были бы способны других научить, 2 Тимофею 2.2. А вот есть 1 Тимофею, 1.1. Я думаю, вы тоже запомните, послушайте, Павел, апостол Иисуса Христа по повелению Бога Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа надежды нашей. И вот я вижу в самом первом стихе апостол показывает, что есть Бог, который открылся нам как Спаситель. Это Бог, который заплатил цену за все наши грехи. Благодаря этому у нас появилась возможность начать общение с Ним, начать отношения с Ним. Но вот что дальше. Дальше нам надо прожить эту жизнь на земле, остаться Ему верными и прийти в Царство Божье. И вот здесь Он говорит «Я апостол по повелению Бога Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа надежды нашей». Он говорит, что для того, чтобы ты имел надежду не только спастись, но и сохранить это спасение и дойти до конца и однажды предстать перед живым Господом и быть в Царстве Божьем, а не в аду. Для этого тебе нужно руководство Господина Господа Иисуса Христа. И так есть Бог, который открывается нам как Спаситель, но потом Он должен стать твоим руководителем, Он должен стать твоим Господином и в этом твоя надежда, что ты придешь в Царство Божье, а не срулишь где-то по пути в сторону. Если Иисус не становится Господином в нашей жизни, у нас нет никакой надежды, чтобы прийти в Божье Царство. Я знаю, сегодня есть много других учений, которые говорят, ты спасен, все, забудь, ты навсегда в Царстве Божьем, никто никогда у тебя это своровать не может, покажите, где это в Библии написано. Масса есть мест писаний, сегодня у нас другая тема, но много есть мест писаний, которые показывают, что тебе надо не только принять спасение, но оно может оказаться тщетным, напрасным, как апостол Павел говорит, тебе надо сохранить это спасение, тебе надо пройти путь, тебе надо совершать это спасение и в результате прийти в Божье Царство. Как это возможно? Столько искушений, столько неправильных вещей заложено во мне, я 25 лет назад, как уверовал, я ловлю себя иногда до сих пор, что какое-то мышление оттуда, из моей старой жизни прилетает. Не так давно проезжаю и собираюсь, ну тороплюсь, еду, не, не превышаю скорость, просто нормально еду, и скорая помощь тут едет. Вы представляете мысль, как прилетает? Нельзя обгонять скорую помощь. Ты же не хочешь впереди проблемы прибежать? А если ты обгоняешь катафалку, о Боже, это же вообще трагедия какая, нельзя обгонять, это вообще 100%, все, погиб, помер, просто нет дальше будущего. Бред какой-то, но я понимаю, что настолько вот это вот то, что в детстве формирует нас, настолько оно потом догоняет, настолько оно пытается влиять на нас, что не так просто вырваться отсюда, из этих страхов, из этих похотей, из этих желаний каких-то левых. Я так благодарен, что дети наши впитывают сегодня Слово Божье. Куда бы они не попытались уйти в сторону, это Слово Божье будет продолжать говорить в их жизнь, будет направлять их, будет спасать их, и я верю, что у них все получится. но это прошлое пытается догонять. Как ты сможешь сохранить свою веру? Как апостол Павел говорит, я веру свою сохранил, течение совершил, и теперь готовится мне венец. Как? Только под руководством Иисуса Христа. Только, когда ты начинаешь свой брак, или свою семью, даже если ты не в браке, начинаешь строить по Слову Божьему. Я сегодня замечаю, что в некоторых собраниях я начинаю говорить, братья, послушайте, как в Библии написано, и вдруг я ощущаю себя каким-то чудаком, на которого смотрят, как на какого-то этого, мамонта древнего. Говорят, Слово Божье, да понятно, мы все знаем Слово Божье, подожди, послушай, начинают объяснять за единство, еще за какие-то другие ценности, хорошие ценности, но без Слова Божьего никакая ценность не будет работать. Все это обман без Слова Божьего. Только тот дом, который строится на Слове Божьем, он устоит. Если ты понимаешь, что поступаешь не по Слову Божьему, вопреки Слова Божьего, тогда ты заведомо планируешь себе проблему, ты планируешь себе падение, только искренне, искреннее послушание. Слово Божьему, оно может спасти нас, оно может помочь нам дойти до конца. Итак, первое послание Тимофею 1.1. По повелению Бога, Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа, надежды нашей. Нам надо ухватиться за Слово Божье, вникнуть, что Бог говорит о семье, что Бог говорит о том, как мужу надо поступать, муж должен читать про себя, о том, как жене надо поступать в браке, жена должна читать про себя. Не наоборот, не путайте. Я знаю, что мы чаще наоборот путаем и начинаем читать, мужчины начинают читать про женщин, а женщины начинают читать про мужчин. Ну, это же неправильная ориентация, согласитесь. То есть, мы же нормальные, правильно, надо быть правильной духовной ориентации. Потому что духовно тоже можно сбиться ориентацией, ты начинаешь читать не по назначению. Ты же не женщина, зачем тебе читать про то, как женщина должна поступать. Не, если пастырь, конечно, можно, чтобы женщин научить. Хорошо. Но, давайте читать по назначению, изучать, вникать в Слово Божье. И, если у нас есть желание строить, и если вы утвердились, что воля Божья в том, чтобы созидать свой брак, тогда все получится. Тогда дьявол не сможет ничего разрушить, ничего сломать. Сто процентов. И, когда вы начнете вникать в Слово Божье, вы увидите, что у Бога нет отношений вне завета. Может быть, кто-то из вас обратил уже внимание, что есть, Библия состоит из Ветхого Завета и Нового Завета. То есть, Бог имеет отношения с человеком только на основании Завета. Завет – это определенный договор, это определенное посвящение, это определенные взаимоотношения, не просто, как получается, это Завет. У Бога нет отношений с человеком без Завета. Я вижу, что как образ своих отношений с людьми, он показывает отношения мужа и жены. И здесь должен быть Завет. Когда вы начинаете читать Библию, вы это обнаружите абсолютно сразу. Отношения в браке могут быть успешные только на основании Завета. нередко я общаюсь с семьей, понимаю, что они не строят отношения на основании Завета, они просто решают проблемы. Одна проблема, вторая, третья, четвертая, пятая, десятая. Но подождите, если нет Завета, то это просто жизнь превращается в набор проблем, в набор ситуаций, которые безвыходные. Я даже не знаю, как отвечать на такие вопросы. Я понимаю, вроде и ты прав, и ты прав. Знаете, как подошли к Иисусу, однажды один брат подошел и говорит, Иисус, рассуди с нами, рассуди между нами, вот имение нам надо поделить. И он готов показать свою сторону, потом придет брат, готов показывать свою сторону, почему надо, как распределить. Иисус даже касаться этого не стал. Вы помните, он говорит, а кто меня поставил разбираться вот в этой, простите меня, возне, которую вы сами себе придумали. Ты отстаиваешь свое, ты отстаиваешь свое, и вы хотите, чтобы я в этом участвовал и разбирался. Зачем? Это утопия, это просто жизнь превращается в какой-то хаос. Все начинается, настоящее строение начинается, где ты утвердился, что твой брак по воле Божьей, и где ты начинаешь строить на основании завета. Вы скажете, а как завет? Я обратил внимание, что многие братья и сестры, которые уже годами живут в браке, они даже не думали о том, что они никогда не заключали завет. Поэтому они до сих пор продолжают решать проблему за проблемой, проблему за проблемой, но все меняется, когда ты в основании ставишь вот этот договор, этот завет. И у меня, понятно, сейчас нет времени, чтобы рассказать вам о завете. И мы с пастырями запланировали семинар, который будет состоять из четырех встреч перед тем, как мы предложим вам, если вы захотите, заключить завет друг с другом, независимо от того, когда вы женились. Год назад, пять или десять лет назад. Но если вы не заключали завет, мы предложим вам, чтобы помочь это сделать. Весь март мы решили посвятить этому. Четвертого, одиннадцатого, восемнадцатого и двадцать пятого марта 2020 года. Добро пожаловать всех. Мы будем ждать всех, кто захочет заключить завет друг с другом и пригласить Бога в свои отношения. И мы верим, что Бог, который сотворил небо и землю, для которого нет ничего невозможного, в каком бы состоянии ты сегодня не оказался, Ему все возможно, чтобы изменить абсолютно любую ситуацию и принести настоящее благословение в твою жизнь. Пусть Бог благословит всех вас. Аминь. Дорогие, я предлагаю вам помолиться. Я предлагаю помолиться и попросить, чтобы Бог помог взять из этого слова то, что на самом деле необходимо и лично вам. Давайте встанем для молитвы. Давайте попросим, чтобы Дух Святой прям запечатал то, о чем вам надо подумать и какое решение вам надо принять. Давайте обратимся к Богу, Отец Небесный. Мы благодарим Тебя. Мы благодарны Тебе, Господь, за Твою волю о нас. Мы верим, что Ты избрал нас еще до основания мира. Мы верим Твоему Слову, Господи. И если Ты избрал нас до основания мира, то никакой случайности не могло быть в нашей жизни даже тогда, когда мы еще не знали Тебя. И мы благодарны Тебе за все, что Ты допустил в нашу жизнь. И мы благодарны Тебе, Господь, потому что верим, что абсолютно все Ты можешь использовать во благо для нас. Мы верим, Господь, и мы доверяемся в этой молитве Тебе. Мы просим Тебя, приди, Господь, приди в наши семьи, приди в наши дома. Приди в нашу жизнь, Господи. Мы доверяемся в Твои руки. Мы просим Тебя, чтобы Ты говорил в нашу жизнь. Мы просим Тебя, Господь. Субтитры подогнал «Симон»